Прекрасно известный всем любителям испанского футбола воспитанник мадридского Реала Ирмарик. Может выйти что-то нарисовать интересное. Я уж не говорю про Апонию. Палочка-выручалочка Сарагоса в прошлом сезоне. Но пока что вот в атаке здесь Вэлла выцарапывает пенальти. Пенальти, пенальти надо ставить. Конечно, Вэлла как поборолся, да? Как говорится, не имеешь права. Не ставить пенальти. Но вчера, если ты видел матч Китая в Барселону, там Тейшер Викинос такой пенальти не поставил, что уму непостижимо. Но вот здесь действительно пенальти был. Слушай, ну надо отметить, безусловно, Вэллу, вот чем он выделяется всегда. Знаешь, вот есть футболисты, про которых, ну вот когда не знаешь, да, что сказать, говоришь, ну, борется, идет до конца. Ставьте вверх. Тогда не знаешь, что сказать. Вот, борется, идет до конца. Так вот, когда это говорят про Вэллу, это действительно так. Он всегда нацелен на борьбу. И вот сейчас он это продемонстрировал. И он у точки бьет и забивает. 2-0. 2-0 и... Ну так, за 15 минут второго тайма достаточно комфортное преимущество себе уже оформили хозяева поля. Карлос Вэлла сам заработал, вот разбил этот стереотип, что когда Вэлли сам зарабатывает пенальти, вроде к мячу не стоит подходить, потому что еще не успел отдышаться, никак как следует прийти в себя. Ну, здесь Вэлла разрушил все стереотипы. На то они и стереотипы. Да, спокойненько развел мяч голкипера по разным углам. Кстати, еще и повезло. Сарагоси могло быть двойное наказание, потому что сбивал его Паредос, у которого есть уже желтая карточка. И вообще за этот фолл Виленева мог не только пенальти назначить, но еще и горчичник выписать капитану Сарагосу. Ну, ты знаешь, вот если говорить так, в принципе, он мог ему и в результате с первой желтой карточкой ее не показывать, в принципе. Поэтому...